Говорит шейху л-ислам в 14-й страфе И у каждого жившего или у каждого живого, разумного, в могиле, что его ждает? В могиле у такого, у каждого разумного человека, то есть не у животных, не еще у кого-то, а человек, который жил в этой дуне, в могиле его юкаринуху, то есть юкаринуху будут сопровождать, будут сопутствовать ему аамалун, его деяния, то есть у каждого жившего на этой земле человека, если он был разумным, отвечал за свои поступки, то в могиле его ждут его деяния. Хунака, то есть там, имеется в виду в могиле там, ваюсалю, и будет он там спрошен, и будет у него спрос. То есть я и сказал, что в могиле, то есть это из вероубеждений ахли сунного аль-джама'а, то, что человек в могиле его будут сопровождать, его деяния. Как об этом сообщил пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который приводит имам Бухари и муслим, если не ошибаюсь, то, что пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, сказал, ятбау лмаййита фаласатун. Мертвого человека или скончавшегося сопровождают три вещи. Файарджиу снаен. Две из них возвращаются. Ваябка мааху вахид. Одно из них остается с ним. И пророк, саллилаллаху ахлюху амалуху амалуху. Сопровождают его, его семья, его имущество, его деяния. Файарджиу ахлюху амалуху. Его семья, его имущество возвращаются. Ваябка амалуху. Однако его деяния остаются с ним. И также на это указание в длинном хадисе Бара ибну Азиба сообщается, что пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, однажды вышли со сподвижниками хоронить одного из человека из числа ансаров. И пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, сел возле могилы, посмотрел на небо, снова опустил свой зор так несколько раз, затем сказал, Прибегайте к Аллаху от мучений могиле. И дальше начал описывать длинный хадис, в котором пророк, саллилаллаху алейхи вассалям, подробно объяснил, что будет после того, как человека положат в могилу и так далее. И из того, что он описал, сказал, если это был праведный человек, то придет к нему мужчина с хорошей внешностью, с благой, приятной внешностью, с приятным запахом, который будет от него исходить и так далее. И когда он спросит, кто ты, от тебя веет только благом, он скажет, Я твои праведные дела. И так же сказал, если человек был неправеден, то наоборот, придет человек, от которого будет исходить скверный запах, у него будет дурной внешний вид и так далее. И когда он его спросит, кто ты, от тебя, то есть не веет ничем хорошим, от тебя ожидается только плохое, на что он скажет, Я твои скверные деяния. То есть деяния, которые человек совершал в этой дуне, будут сопровождать его и в могиле, в барзахе. То есть в могиле. И сразу можем сказать, что речь пойдет сегодня о мучении в могиле, или же о наказаниях в могиле, о том, что будет в барзахе, о том, каково вероубеждение Ахлисуну Аль-Джама в этом вопросе. И когда мы говорим кабр, когда мы говорим могила, мы не имеем в виду именно могилы, которую выкопали и положили. Нет, в зависимости от того, где скончался человек. Если, конечно же, человек скончался в своей постели, то его могила это то место, куда его захоронят, то есть землю, куда его захоронят. Однако бывает так, что по предопределению Всевышнего Аллаха Сухана Хуаталя, кого-то, допустим, съел хищник, ничего от него не осталось, съели хищные животные. Кто-то сгорел, кто-то утонул, кто-то в авиакатастрофе погиб и так далее. То есть нету тел, то такой человек будет получать свое наслаждение, если он был верующим в Барзахе, в том месте, где он скончался. Или же, наоборот, наказание, опять же, в том месте, где он встретил свою смерть. То есть это не обязательно должна быть земля, кто-то скажет, получается, он не будет. Нет, ничего не получается. Все, что происходит после смерти, это уже мин алим ил-гайб, из скрытого. И мы не можем сказать, как, каким образом оно будет и так далее. Мы говорим об этом ровно столько, сколько сообщил нам пророк, саллиллаху, алейхи вассалям. И также пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, в этом же хадисе сообщил, в хадисе Бара ибн Азиба, я имею в виду, в длинном, о том, что придут два ангела и будут спрашивать человека. Именно об этом сказал шейху-лислам, сказал, будут дела, которые будут его сопровождать, то есть в могиле, и он будет спрошен. То есть будет спрошен двумя ангелами, Мункаром и Накиром. А это следующие вопросы, пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, что будут спрошены они, кто твой Господь, то есть кто тот, кому ты поклонялся в этой жизни, и кто твой пророк, и какая твоя религия. Вот эти три вопроса, как по-другому ученые называют их, три основы, и поэтому верующий человек должен уделить внимание на изучение их, познание их, понимание их, и воплощение их в жизнь. Вот эти три основы. Кто твой Господь должен знать человека? Какая религия? Что из себя представляет ислам? Тот ислам, который исповедовал Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям, а после него и восподвижники, и вместе с ним, и кто твой пророк? То есть кем был Мухаммад саллиллаху алейхи? Уссаляма. Поэтому мы говорим то, что в этих строфах или в этой строфе, в 14-й, шейху лислам Ибн Аймии хотел нам указать на ещё один или же последний, который затрагивается в этой поэме, момент, или же вопрос из вероубеждений, ахли суну аль-джамая. А это наслаждение в могиле, или же наказание в могиле. И то, что в могиле предстоит спрос, будут вопросы заданы. Это убеждение Ахли Суннаваль-джам'а. То, что у нас есть эта дуня, в которой мы сейчас живем, затем человек скончается. И перед наступлением судного дня, до того, как попасть в рай или в огонь, есть еще третья грань, если так можно сказать. То, что между ними называется барзах. Это то, что как преграда между Кияма, между Ахиратом и этой дуней ближайшей. И вот в этом барзахе точно так же человек либо наслаждается, либо получает свое наказание за свои грехи. Это из убеждений, которых придерживались подвижники пророка и те имамы, которые за ними последовали. Поэтому, как Ибн Кудама тоже говорит в известной книге Люм Ат-Аля-Тякад, говорит, «Ва азабу л-кабри ва наимуху хаккун». Испытание в могиле, или же наказание в могиле и наслаждение в ней является истиной. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, просил Аллаха защиты от этого. И повелевал это делать. Как мы уже сказали даже в начале хадиса Баро, как сказал, «Иста аизу билляхи мин азаби л-кабр, прибегайте к Аллаху от мучений могилы». Точно так же обучал нас дуа перед салямом в каждой молитве, чтобы мы говорили, «Аллаху ма инне ауузу бика мин азаби л-кабр, у Аллаха мы прибегаем к Тебе от мучений могилы». И указаний на это как в Куране, так и в Сунне очень много. Что касается аэтов Курана, то Всевышний Аллах Суханаху от Аля говорит, описывая мучения, которым подвергнется фараон, говорит, «Огонь, которому они будут подвергаться по утрам и вечерам, а в судный день, когда наступит час, будет сказано, введите же семейство фараона, или последователей фараона, иметь в виду те, кто внял убеждением фараона и последовал за ним, вместо того, чтобы последовать мусе, ашаддаль азаб, в еще сильнейшее наказание, то есть еще более суровое наказание. Вопрос, если в судный день фараон и его последователи будут вернуты в еще более суровое наказание, значит, до наступления судного дня, в барзахе, в могиле, чему они будут подвергаться? Как Аллах сказал, «Огонь, которому они будут подвергаться». Значит, уже в могиле они будут подвергаться, а в судный день еще большему наказанию будут подвержены. Также пророк, в этом же хадисе, в хадисе Бара, сказал, что «Аль муслим и дацу и ля фи кабрихи». Если мусульманина спросят в его могиле, он скажет, засвидетельствует, что «Ля и ляхи и ля Аллах», что нет никого достойного полагания, кроме Аллаха. «Ва анна Мухаммаден Расулу Аллах», что Мухаммад посланник Аллаха. И пророк сказал, «Это и есть». То есть, это и заключается в словах Всевышнего Аллаха «Укрепляет Аллах тех, которые уверовали твердым словом». Как в этой дуне, то есть, в этой дуне они говорят «Ля и ляхи и ля Аллах» и не поклоняются никому, кроме Аллаха. Так и в Ахирате. То есть, так и в Барзахе тоже, когда будут спрошены, кто твой Господь, они скажут «Аллах». Какая твоя религия? Скажут «Ислам». Кто тот человек, который был послан к вам, скажет «Мухаммад сэллаллаху алейхи вассалям», по причине того, что Аллах поможет им в этом и укрепит их в этом. И как сказал шейху лислам, «Валикулли хайн аклин фи кабрихи» «И у каждого жившего человека в могиле «Амалин юкаринуху» «Будут дела, которые будут сопровождать его». «Хунакава юсалю» «И он будет спрошен». То есть все будут спрошены. Каждый совершеннолетний, разумный человек, мукальдов, из числа верующих и неверующих, ему нафигов, будут спрошены, им будут адресованы эти вопросы, они будут испытаны. Продолжение следует...